У меня потери в моей группе с 12 человек трое двухсотых. Остальные все, включая меня, в госпиталь. Два контуженных, один дважды контуженный тяжело это. Разватало, то в руку мне прострелили руку. То есть все стреляны, все минозглавные, осколочные все. Все, и так по одному, по два погнали. Вот и оппозиции кацапов были. Выбили. Заходила 128-я, и мы шли. Они с танчиками и броней зажали, зашли с той стороны, зашли по полю. И они с этой посадки ушли. 115-й? А Фантом там, на месте? Димончик, отойди на 100 метров и постой, я скажу, когда мы пойдем. Мы на секунду остановимся. Как принял. Смотри. Вот мы идем до конца вот той посадки, козелёнки. Вот она и делает изгиб. Поэтому вот мы сейчас, если заходим, то там, грубо говоря, уже серая зона, буквально 100 метров. И они могут там шелкаться, бэха может стоять в посадке, шелкун. Мы выдвинулись, продолжаем движение. Как принял. Вот, продолжаем. Их цель не дать нам зайти дальше. Все. Только мы заняли зелёнку, они отходят. Во-первых, они нам накидают, пока мы дойдем до них. Кого-то из наших за 200-300, они отходят. Их рта начинает работать по нам. Поле вот это, оно не стоит того. Что мы здесь сидим, сверху вниз смотрим. Туда мы спустимся вниз, будем сидеть внизу. 115-й батальон, он всегда находится на передке. Это вот батальон Мелитопольский. А уже добавляли нас тут в Запорожье. Гуляйпольские, Пологовские пацаны, Запорожские пацаны. В основном, в подавляющем большинстве, хрупцы. Уже их войной не напугаешь. Димон Фантом, вот мы с ним в Малиновке. И познакомились, что умывали Малиновку. И с тех пор, вот так вот у нас вооруженный нейтралительный, Димон. Не, золотой человек. И главное, что они бесстрашные. Что вот эта вот винтовка, это я ее получил и передал ему. Потому что он говорит, ну надо. И я говорю, бери. Потом мы ее списали с меня, отдали ему. И богопрочная пускай работает. Пускай работает, потому что он в этом понимает. Он это умеет. Умеет, пускай трудится. Все. Тяжкого вооружения поблизу нема, потому что мы его сразу хороним. А маленькие окремые группы, которые передвигаются, они фактически на месте не остаются. Они постельно двигаются. Дуже велика кількость артиллерии. Она набагато перевищает нашу. Если они бьют в халатичном порядке, то мы пока мы не будем уверены, что мы 100% попадем, тогда мы стреляем. И это эффект. Наша разведка работает лучше, чем их. Мы пользуемся гражданскими беспилотниками. Он незащищенный. Там пытается что-то... Военный беспилотник должен запускаться с тыла, лететь и не выдавать позиции. Что толку, когда мы отсюда поднимаем 100 метров. А ему батарея садится там полчаса. Он поднял, он его не сможет, не успеет даже вернуть. То есть ему надо максимально близко подобраться. И работа умственная превращается в работу такую, на выживание. Я обычный гражданин Запорожья, гражданин Украины. Работал до войны на Запорожстале. Пришла война, пришлось идти защищать свой родной дом, свой родной город, там, где у меня же сын живет, чтобы ему спокойно дома спалось. Ну, сам себя 2-3 дня оборудовал. Так что более комфортно было бытовать, прятаться от дождя, от врага, от налетов, так сказать. Вчера этот оккуп мне жизнь спас. Харт-обстрел был, предположительно, САУ или танк. Русские вчера разгулялись, но, как видите, живы-здоровы все. Зубы затупят о нас. Разведка воюет с секатором. Для разведчика, как и для снайпера, с оперной лопаткой с секатором. Не ломаешь, не рубишь мачете, там, секатор. Срезал ветку, срезал, 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 вылез, чик, наблюдаешь, то же самое. Камеру включил и все. Приходят люди, говорят, я хочу быть у вас. Я говорю, ну, у нас большая смертность. Меня устраивает. Должна быть, ну, какая-то внимательность и осторожность. Все, которые кричали, давай, давай, бегали под обстрелами, уже этих пацанов или убили, или они стали такими осторожными, что он 35 раз подумает. Вот я сказал ему, иди, он идет. Сказал, сидеть сутки, сидит. Я сказал, сиди здесь, сейчас приедет за собой. Передал по рации, заберем через полтора суток, когда машину сделает. Все, ну, вот так. Он все записывает с ним. У командира большая проблема. Тебе надо найти консенсус. Уговорить 30 человек, которые не хотят, допустим, копать или тянуть что-то, при этом не стать их врагом здешим, но и при этом ты должен выполнить приказ, и чтобы командир, который над тобой не сказал, блин, тебе что-то поручить ты никогда не сделаешь. Хороший командир – это хороший предприниматель. Вот я видел командиров, которые плохие предприниматели на гражданке становятся. Он отслужился, он плохой предприниматель. Но я никогда не видел хорошего предпринимателя, плохим командиром. Есть люди, которые считают, что ТРО должно скатывать на блокпостах и мешки с песком. Если надо воевать, мы будем воевать. Без проблем. И здесь будем воевать. Ну, так надо чем воевать? Понимаешь? Воевать надо чем-то. Те должны посадить в броню. Понимаешь? Сказать, что это… Ну, на всех брони не хватает, дорогие друзья. У нас была куча времени готовиться к войне. Куча времени у нас была готовиться к войне. Почему я должен сказать 20-летнему пацану? Ты и ты сегодня умрете. Почему? Потому что мы делали дороги, а не строили батареары. Вот у нас лакшери виллоч. Поэтому если вам говорят, что ТРО плохо ест и плохо… Не верьте. Все нормально. Вон, и банка оливок такая же. Так, вот это наша… Это моя любимая комната. Это оружейка. Тут все есть. Энвал. Честная джатрию 128. БК. Мины Монки. Это Стингер. АТ. Вот это Родина дала. Вон они АТшки. АТшки. А вот Покемон Трофейник. Наши шмелем шуранули в бета. Попали в шмелем, ему кабину снесу. Снесло башню, ему мы выдвинулись на следующий день и поискали его. Кстати, вот с Димоном Фантомом. Вот этим. Выдвинулись к нему, нашли башню. Вокруг 4,02 валялось. Уже самоварами, без ног, без рук. Кацапы. Размотало их. Пособирали документы. Забрали телефоны. Стопку вот такую документов. И сняли с башни ПКТ. Вот в него он воевал у Димона там. Пока в него не прилетел осколок. Прилетел осколок. Он мне говорит, Саня, если ты что-то сделаешь, а я сделаю. Вот сюда надо приварить теперь Пикатинни. Постановить каллиматор. Если приварим сюда, установим ночник. Вот сделали крепление. Оно съемное на двух болтах. Сделали это уже я варю. И вот это вот. И сошку. И работает он. У нас есть короба, но мы привовчились. Американские рюкзаки взяли. Лента на 500 патронов. Второй номер несет рюкзак. У меня в рюкзаке лента на 250 патронов. Покемона поставил. Рюкзак снял. Чик. И с открытого рюкзака подается лента. И все. И стрелять. Не надо тянуть короба. Потому что с коробами целый геморрой. Короб не бросить. Ленту бросить. Вот и хрен с ней. Если что. В кубиках динаметской защиты две пластины стоят. Вот так. Когда кумулятивная струя пробивает. Оно детонирует и срабатывает навстречу. Вот. Вот в ней пластид. Гексоген с пластификатором. Белый он такой. И вот она срабатывает навстречу. Вот. Для того, чтобы подорвать неразовавшуюся мину или что-то. Вот. Родина нам ничего не дает. Поэтому мы ковыряем их. И как источник пластида отлично работает все. Это стингер. Стрелянный. Которым подбили К-52. Это пацаны Фантома. Они сбили два. Две гортухи. За один подход. Иглой стрельнули. Стрелой. И стингером. И этот стингер. Он говорит. Саня. Я тебя просил. Там у меня есть паренек. Который музей хочет сделать. И вот это он. Всякий такой хлам стрелянный собирает. Вот. Вот это вот. Патрон. 5.45 автоматный. Вот это вот для покемона. ПКТ. Патрон. А вот это вот. Красавец. Для 12.7. Вот. Вот это беттеры разматывать в одну калитку. И вверху размотает. Я думаю. Если удачно попасть. И у нас таких два. Мы снимаем их сразу с лафетом. Это корт. Корт. 12.7. Сняли с танка. Вот. Который мы танчик отжали. Второй снятый из подбитого. А этот с танчика. Который кацапы не смогли завести. И бросили его. Это каждый человек. Который. У него есть какая-то придурь. Который. Вот он думает. Что вот так и должно быть. Он считает. Что разведчик. Он. У него. Нож разведчика в зубах. Он ползет. Пробирается. Бесшумно локоп. Куда никто. Даже кошка. Не пролезет. Берет пленного. Языка берет. Надо. Если какой-то жопа. Это пулемет. Надо проверить. Давайте разведчиков пошнем. Как будто разведчик. Он и так боком стал. И как фольга прошел. В ты урага. Вот. Это разведчика точно так же видно в тепловизор. Разведчик тоже так же бежит по зеленке. Его точно так же. Если осколок прилетит. Точно так же его размотает. Я приду. Был заниматься тем же. Чем и занимался. Вот. Строить. И у меня и получалось. И деньги нормальные приносило. Ну. Единственное. Что я буду меньше времени уделять работе. Ну. Больше времени уделять семье. Друзьям. Не думать. Что какую-то там плазму побольше купить. А чтоб. И так мы с женой полмира объездили. В теплые края. Вот. А так я буду еще больше ездить. Ну. Дай бог. Чтобы живые были. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...